Перед просмотром ролика рекомендую вам подписаться на паблик типичный ютуб. Массы, новости, приколы... Короче, всё, что нравится шокольцам, там есть. Ссылка в описании под видео. Очень многие наши коллеги по цеху, зрители, ставят нам в укор, что мы работаем с одного дубля. Что мы всё делаем с одного дубля. И да, мы делаем всё с одного дубля. Потому что именно делать всё с одного дубля – признак профессионализма. С одного дубля и с первого раза – это и есть нет пределу совершенства. Это и есть та недостижимая точка, до которой мы должны стремиться. Несмотря на то, что, возможно, можно достигнуть самого высокого в актёрской карьере, нужно стремиться всё равно выше, делать это лучше, качественнее. Ещё Эйзенштейн говорил молодым режиссёрам своим, не нужно лишний раз насиловать актёра. Не заставляйте его переигрывать дубль за дублем. Потому что первый дубль – всегда самый лучший. И это вещь, до которой ты доходишь сам. И многие блогеры до этого дошли сами. Если вы спросите у любого, кто что-либо снимает, он вам скажет – да, всегда самый лучший дубль – это первый. Когда уже делают второй дубль, пытаются копировать. Первый – это не получается. Когда делают третий, пытаются делать по-новому и снова не получается. Пытаются копировать третий дубль с четвёртым дублем. Всё нужно делать с одного и с первого дубля. Это показывает мастерство актёра. В Голливуде не получится делать по много дублей, потому что продюсерам вы принесёте расходы бюджета на плёнку, к примеру. Он посмотрит и скажет – вы чё, блядь, ебанулись что ли? Нахуя вы этого актёра вообще притащили? Почему он 20 дублей делает одного и того же и тратит на огромное количество денег? В Голливуде 10 секунд проходки 50 тысяч долларов стоит. Если постоянно делать дубль за дублем, то это вообще пиздец, разорение бюджета. Актёр всегда должен делать всё с первого раза. Что касается и театра. Именно поэтому в театре обучают молодых актёров, они сразу в кино дают им снимать. Потому что в театре, когда он выходит, он вышел, полтора часа на сцене, антракт возвращается и снова полтора часа на сцене. Не получится ему сказать во время пьесы – ой, блядь, простите, я текст забыл. Не скажет он – стоп, режиссёру я хочу пописать сходить. Нет. Когда ты делаешь всё с первого раза, тогда ты и совершенствуешься. Раньше я точно так же и блоги записывал, с таким же подходом. Я имею в виду со множеством склеек. Прописывал подробно к ним сценарий. Это, конечно, всё хорошо. Возможно, блоги получались более целостными. Возможно, больше там было правильно тезисными всё, тезисами всё расставлено было. Вот не было таких запинок, которые есть сейчас. Но именно благодаря таким запинкам я сейчас и записываю блог всегда с одного дубля. Потому что, увидев эту запинку, я уже её никогда не совершу. Или, по крайней мере, приложу все силы, чтобы её не совершить. И тогда я буду расти, и тогда я буду становиться лучше. Сейчас посмотришь на блогеров, у которых по 800-900 тысяч подписчиков, они в перископе начинают трансляцию, молчат и говорят, ну, блядь, задавайте свои вопросы, я на них отвечу. Просто пиздец. Ну, вот это и есть наплевательское отношение. Нужно уметь... Всем молодым блогерам нужно вещать по одному часу. На Твиче, на Родейке какой-нибудь. Проводить эфиры на своём Ютуб-канале. Просто, чтобы учиться говорить. Чтобы уметь говорить правильно. И тогда будет совершенство-то. Тогда будет блогер становиться лучше. Намного глупее и нелепее выглядит хуёвая актёрская игра на хорошо снятую камеру и на хорошо записанный микрофон. Если это сделано на плохую камеру, то это не так выглядит плохо. Это простительно. Вот что касается плохого оборудования. Вот микрофон. Этот микрофон стоит 12 тысяч рублей. Это очень дорогой микрофон для своего соотношения цены и качества. Просто пиздец какой. Я считаю, я выкинул деньги на ветер, и этот микрофон срочно нужно менять. Так я думал раньше. Но в чём просто суть этого микрофона? Когда он пишет, на фоне есть ещё белый шум такой. Вы могли это заметить в некоторых сериях Дебенко. Вот это шипение. Но это шипение полностью пропадает, если человек говорит правильно. Правильно и громко. Этого шипения не слышно. И вот поэтому я буду весь сериал записывать, первый сезон, по крайней мере, именно на этот микрофон. Чтобы все учились говорить громко и правильно. Чтобы не говорили на... Чтобы уже когда было хорошее оборудование, они не говорили тихо, а говорили сразу правильно. Потому что они уже столкнулись с тем, что будет, если говорить неправильно. Вот. Будет техническая ошибка, которую уже никак не исправить. От этого серия будет выглядеть хуже. Я рад, что на Дебенко вообще никаких бюджетов нет. Ну, не очень рад, если честно. Вот. Но я рад в том смысле, что вот это... Границы, которые благодаря этому имеются, позволяют придумывать людям, которые участвуют в самом проекте, вот какие-нибудь извороты. Они проявляют себя по-другому, учатся работать даже с такими обстоятельствами. И уже, когда все будет снято на хорошую камеру, записано на хороший звук, будет построен свет правильно, уже тогда, и только тогда, нужно играть хорошо, а не плохо играть. Представляете, вот в российских фильмах, это яркий пример, в российских фильмах современных, посмотрите, когда хуевые актеры играют, их снимают на дорогущие камеры, на охуительную звукоаппаратуру. Ну как это выглядит нелепо? Намного нелепее выглядит, когда актер в кино играет хуево, а не когда Рэндалл это делает. Пусть Рэндалл это увидит, но в дальнейшем он не совершит ошибку, если он увидит, как он плохо сыграл, и это увидят другие зрители. В следующий раз он будет лучше играть. И когда окружают нас вокруг школьники, это пиздец как неудобно. Они мешают нам, они орут, иногда они задерживают сами дубли. Хуй с ним, я даже рад этому. Потому что когда мы снимаем, нету в голове такого, что, о бля, это же увидит 400 или 500 тысяч человек, там просмотр средний. А когда 20 человек на тебя смотрят, то уже очко жмется, уже начинается стеснение, уже как волнение перед сценой начинается. И вот благодаря тому, что нас за эти люди смотрят, люди и лучше играют. Потому что боятся опозориться на глазах людей, которые вот конкретно пришли на них. Я считаю, что Ютуб, по крайней мере вот начало, я считаю, я могу еще позволить себе учиться. У меня 300 тысяч подписчиков. После 500 тысяч, миллиона, подобные ошибки, конечно, непростительные. Но я считаю, у меня еще есть возможность именно уметь работать с теми обстоятельствами, которые уже есть, которые никак не исправить. Уметь совершенствование, записывая на хуевый звук. Оператору нужно уметь захватывать всех за один дубль. Он тоже умеет, начинает уметь это делать. В первых сериях наш оператор не мог это сделать. Сейчас он может понять, как нужно камеру правильно передвигать, чтобы лучше было. И когда уже будут бюджеты, когда будет лучше оборудование, тогда можно показать еще лучше, чем получается и так с дурным оборудованием. Поэтому я считаю, что все начинающие блогеры должны не стремиться покупать камеры, не стремиться покупать микрофоны. В первую очередь, они должны уметь работать на хуевом оборудовании, работать с теми обстоятельствами, что им предложены. Именно поэтому блогеры вот старой школы, я считаю, блогеры старой школы намного интереснее. Их интереснее слушать их эфира. Их видео сделаны намного лучше. Потому что блогеры старой школы это люди из народа, которые чаще всего были безработными студентами, у которых никогда не было денег и записывали не все на хуевое оборудование. И ухитрялись как-то работать с тем, что есть. И сейчас, когда у них уже есть хорошее оборудование, они показывают хороший класс. А вот эти миллионы склеек, блин, никому нахуй не нужны. Только, блядь, портит, портит само восприятие картинки и только не дает расти человеку, который делает эти миллион склеек. Он не живет во время сцены. В театре полтора часа, вы можете представить, полтора часа человек на сцене находится, он живет этой ролью. Когда, когда играют Гамлета, кто-то, он, блядь, весь отдается этой роли. Живет ею, не выходит из образа, вообще. Когда, если бы ему сказали, типа, у нас есть возможность нажать стоп. Конечно, есть возможность нажать стоп. Всегда есть возможность нажать стоп, переснять. Конечно, всегда есть. Но если будет всегда эта возможность и всегда ею будут пользоваться, то они ничему не научатся. Никто, ни я не научусь. Поэтому, все нужно делать с первого дубля, с одного раза. Учиться этому. И тогда уже, как я повторюсь, начинается, нет пределу совершенства. Продолжение следует...